всем доброе-предоброе утро знаете чем я занимаюсь не угадаете тадам я пленку блинчики кстати на кефире и на кипятке рецепт у меня на моем канале вот такие вкусняцкие так что будем сегодня завтракать блинчиками а у вас что на завтрак любите блинчики блинчики я очень с медом что-то захотелось сегодня воскресенье воскресенье может у нас смотрите 28 февраля приезжает дочка монсеррат кавари будет оперу петь я оперу не очень люблю и вообще не люблю ну как не люблю могу конечно послушать я вообще всю любую музыку люблю да не хочет мне я могу всякую любую музыку слушать нет какой-то такой музыки чтобы не могу не хочу да пошли ты вот но опера слишком нудно оперета где вот там спектакль типа того вот это да мне еще я бы посмотрела с удовольствием а на оперу как-то не очень вот видите приедет будет завывать на улице тепло так хорошо прям можно сказать да жарко хотя в тени прохладненько ну ну и понятно еще как бы мордок наденешь трое порток куда-то летишь я иду чё не видишь что ли королева идет в общем сейчас погуляем потом куда-нибудь забурлим покушать тапы какие-нибудь там тоже люди ходят по моей тропе по моей тропе а с собачкой что ли чем там делать не пойму попу вытирает собачки сейчас увидим тара тата 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 потом вот в тот парк пойдем где бьют колокола да он там с собачкой гуляет к кошелечки наверное собирал у их там две дашь ему чарли вот эта дорога почему-то не очень нравится но потом мы выйдем на асфальтовый там ему будет нормально а тут он идет грязь хвостом собирает зато машины не ездят и можно его отпустить пустить безопасно будет идти не задавит никто такие дела женщина там бегать женщина не танцую женщина я не танцую с большой собакой в общем собачников дофига кстати на пляж мы не поехали у меня машина хорошо припаркована ну и не охота мне было на пляж ехать смотрите вот женщина например сама спортом занимается а собаку раскормила смотрите какая толстая собака тоже собак ожирение даже тоже не есть хорошо для собак не понимая таких людей сами себе заботиться о питомцев своих нет конечно собаке то они любят пожрать и как в принципе и люди но мы-то себя можем ограничить а собаки нет им сколько дашь сколько они едят в общем не знаю мы в ответе за того кого приучили поэтому как бы сама худенькая маленькая собака жирная ты же она них это очень плохо влияет мой странные люди вот и на пляж не поехали там народу дофига теперь все ходят на попу сильно не походишь по аллее там дети бегают вот а в парк эти тоже не думаю да я лучше тут пройдусь и вон в парк наш схожу и то же самое погуляю машину не надо брать а а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Смотрите, какое пляжное настроение Мы приехали в одно место, оно почему-то закрыто. Очень странно. У меня в воскресенье рыбу хочется жарить. Все на пляже, загорают вообще. Добавил субтитры DimaTorzok Я взяла аквариус, там пиво, на тапу нам дали рис. Паэлья Такой барчик здесь. Вообще на рыбе специализируется. Всем приятного аппетита! Это пиво безалкогольное уже взяла DimaTorzok Это маленький кальмарчик с капустой. Это уже вторая у нас тапа. А это мы уже пол порции взяли рыбы. Кокосон это как... Кокосон, как змея морская. Здесь уже не та по виду совершенно. Мы уже дома. Сейчас буду, чай себе хочу сделать. Чай попить нужно. О, кстати, чай уже скипел, да. Еще делов столько с этим. Знаете, надо обувь уже убрать такую зимнюю-зимнюю. И достать такой уже кроссовки, которые более не летние, а осенние. В общем, куртки убрать. Все такие там зимние-зимние. Ну, в общем, дело дофигла. Я вроде как погоду не смотрела. Погода будет такая хорошая. Мухи налетели. Все открыто. Мухи налетели. Вот. Идемов столько. Ой, черный чай запью. Еще не очень поздно, поэтому нужно черный. А еще нужно платье бы разобрать. В общем, не знаю куда. За что браться. Знаете, как будет. За что не возьмусь, да. Все хочется сделать. А сейчас сериал какой-нибудь включу. И буду лежать смотреть. Скажу, плевала я на все эти переборки. Не, ну сегодня я точно ничего не буду делать. Это если и буду делать, то только завтра. Ну, хотя бы кроссовки и обувь надо бы перебрать. Потому что уже, например, на меху. Ну, вот, например, вот эти. Вот эти вот я уже носить не буду. Вот эти ботинки я их вообще только три раза одевала, наверное, в год. Вот эти теплые тоже надо уже сложить. У меня там другие есть. Я в этом году у меня... Кстати, смотрите, как загорело. Вот видите? Белая полоска. Белая полоска. Смешно так. Ну, лицо не красное. Хорошая тоналка. Прям защищает хорошо лицо. Я прям вижу, загар есть. Прям на видео, на фото, в общем, смотрела. Загар есть. В общем, да. Надо всем этим заниматься. Но не сегодня. Сегодня я сейчас сериальчик включу и буду смотреть. Не знаю, какой я смотрю. Это мы. Вы мне, кстати, посоветовали. Вот. Но, знаете, я больше предпочитаю русские как-то сериалы. Вот. И как-то, не знаю, душа у меня прям к ним лежит, что ли. Но я его все равно смотрю. И сейчас вот мне приходится какую-нибудь мелодраму посмотреть. Сейчас что-нибудь поищу. Он, наверное, детство вспомнил. Ха-ха-ха-ха. Ой, такой смешной. Я не могу. Улегся вообще. Он туда вообще редко ложится. Он туда только если... Вкусняшки ему когда даем. И я вот на этой стороне дивана лежу, смотрю телек. Ну, и обычно вот туда ставлю планшет... Ой, ноутбук. И смотрю. То есть, ему негде вкусняшки есть. Он там у нас ест. Но не еду, а там какую-нибудь печеньку его специальную. Едут. Он ест на кухне. Не подумайте, что он там. Вот. И когда нет, он туда идет ее кушать. Ну, так вот ему нравится. На постели есть, скажем так. Чай в постель. Ой, тихо, Господи. Тихо, Господи. Такой ласковый. Не могу. Я знаете, пока шла... Я вчера так постель-то и не поменяла на ночь. И сегодня, пока я к ней шла менять, ванной все вымыла, пол вымыла, потом раковину вымыла, биде вымыла. Ну, это как, знаете, когда... Ой! Все время анекдот вспоминаю. Ну, не анекдот, а ли что? Когда женщина с салфеткой вытирает лицо, ну, типа макияж, потом она этой салфеткой идет пыль вытирать. В общем, так и я увидела. Там на полу какая-то грязюка. Начала ее вытирать. Потом пошла по всей квартире также, говорю, пыль собрать. И волосы Чарлины. В общем, до спальни еле дошла. Вот я два часа шла. Помимо того, я еще смотрю сериал Единственная радость. Ну, я его так смотрю. Вот смотрите, я уже его смотрю три часа. Час только посмотрела. Вот так вот я смотрю. Ну, я наконец-то сняла белье. И сейчас пускай подышит постель без всяких там одеял и всяких простыней. У меня все открыто. На улице очень тепло. Хорошо поставила стиралку. Сняла стиралку. В общем, я вообще по воскресеньям не работаю. Знаете, как? Ни домашние дела никакие. Не знаю, так повелось у нас с детства. И все, вот иду. Еще мне нужно маникюрчик снять. А сегодня что-то у меня разбирает меня, что ли, или что. Я тут уже чай себе наготовила. Видите? Это без кофеиновый уже. Чай идет с бергамотом. Если он, конечно, не остыл. Не, самое оно. Вот я так чай сделала. Кстати, вот эту бутылку не выбрасываю. Оно для воды, для цветов поливать. У меня две бутылки. Одна для тех цветов, которые в спальне стоят. Надо мне еще цветов купить вообще. Разных красивых. И вот бутылки такие. Вот она более прочная. Уже начинать надо удобрять цветы. У меня есть удобрение там жидкое. Ой, так я еще знаете, что тут понаделала. Я польта почти все убрала. Куртки, которые такие прям теплые-теплые убрала. В общем, пипец какой-то. Вот в тот шкаф я все убираю. Вот. И, в общем, оставила ветровки такие. Мои жилетки. Жилетку свою меховую тоже убрала. В общем, как пчелка, как пчелка. Прям вообще. Ни минуты покоя, ни секунды покоя. Не могу не с тебя, не могу без тебя. Что же это такое? Вот так вот. Нет, мне еще нужно, знаете, что? Постелить белье. Я снять-то его сняла, но нужно постелить. Так что завтра у меня будет одна стиралка готова. На завтра. Я всегда стираю на ночь, замачиваю в машинке. И потом завтра утром буду стирать и вывешивать. И потом новое уже постельное белье. Ну, там постельное белье. У меня машинка большая. Там еще месяца дофига всего. В общем. Ну, я стирать люблю. Я стирать люблю. Машинка стирает. Я вешать. Не знаю. А вот. Поэтому для меня это не трудно. Я не люблю, знаете, что? Я не люблю вытирать пыль. Мыть полы. Вообще вот это вот все домашние дела. Не люблю. Ненавижу посуду мыть. Поэтому у меня всегда ее почти моет муж. Вообще домашние дела я не очень люблю. Я всегда мечтала, что у меня будет человек, который мне будет помогать убираться дома. Вот. Но сейчас 150 раз думать и вот не могу себе представить, что у меня по дому ходит чужой человек и у меня убирается мою пыляку и все такое роется в моем белье. Не могу себе представить. Не знаю. Может быть, если бы я была богатая там и у меня было бы много миллионов, я бы об этом даже и не задумывалась. Но на данный момент я вот как представлю, что у меня какая-то женщина придет. Я когда переехала к мужу в квартиру. Вот. Там буквально через два дня я приехала и его сестры наняли, видимо, какую-то девочку или женщину. В общем, я ее не видела. Чтобы она убралась у нас в доме. Да. Ну, типа приготовила. Не ожидали, что я припрусь. Ха-ха-ха. Вот. И когда я зашла и увидела, что у меня кто-то рылся в доме. Ну, там еще моих вещей-то вообще почти и не было. Но все равно мне как-то стало, знаете, неприятно. Мне не нравится, чтобы у меня в доме кто-то там ходил и убирался, да. Вот. Поэтому, ну, наверное, они хотели как лучше сделать. В общем-то, мой муж один жил и у него там, сами понимаете, холостяцкая жизнь. Вот. И они, наверное, хотели как лучше. Вот. Ну, это естественно. Не, ну, понятно, убрались там, все хорошо, все дела. Ну, вот я просто вспоминаю свои ощущения, что мне не очень понравилось, что какая-то чужая тетенька ходила и убиралась у меня в моей комнате, в моей квартире. Поэтому не знаю. Ну, я говорю, если бы, может быть, богатая и миллионерша была, мне бы было по барабану, у меня не было времени на готовку, на уборку, потому что я бы была занята всякими светскими мероприятиями, дискотеками, показами мод, хотя это меня совершенно не привлекает, ни показ мод, ни светские мероприятия, а уж менее того дискотеки. Ночная жизнь это не для меня. Не знаю. Хоть супер богатая я была бы, если бы я была бы богатая, богатая, я бы путешествовала по всяким круизам, где можно с собаками. потому что без моего Чарля я никуда не поеду. Да. Мы бы все круизы, все Венеции, весь мир объездили бы. Да? Мечику. Мы бы везде-везде побывали. Да? Тебе нравится путешествовать? Да? Мне нравится путешествовать. Очень-очень-очень. Ой, мне не очень. Любовь моя такая любовная. Вот так вот поболтала немножко с вами. Ой, ну смотрите, какая любовь. Ну какая же любовь, а? Ой, ну сил нету. Смотрите, с моря какой туман надвигается. Из-за того, что жарко, с моря вот такое вот испарение идет. И надвигается туманище. На пляже вообще, говорят, ничего не видно. Ну, в принципе, оно там-то и пляж его бы было видно. Там вот особо видно. Смотрите. У кого-то тусня. Музон орет. Город как на ладони. Смотрите, как классно. Красота сидит. Скажет, что ты тут, мам, смотришь? Что тут такое? Что такое, мама? Что такое? Да. А с той стороны нет, нормально. С той стороны светло. С той стороны. Даже серую неваду видно. Вон она. В этом году снег вроде навалил, но так как тепло, он весь быстрый тает. горнолыжный курорт, они у нас с той стороны идут. Не с этой. С солнечной, а с той стороны. Так мы и не слезлили в этом году. На снег. Ну да ладно. Такой вот туманище, туман, туманище. И свежо так становится. Видите, вот эти дома уже тоже заволакивает. Свежо. Ладно, пошла я дальше. Заниматься делами. Пошли. Буду разбирать белье. Тут у меня уже все наварено, что нужно уже убирать. Поэтому сейчас все это разберу и буду смотреть. Большой Брат. Так что вечер у меня такой продуктильный пока будет еще. Чтобы попрощаться с вами до завтра. Потому что все буду убирать и смотреть Большой Брат. И больше ничего. Так что всего вам самого наилучшего. Встретимся с вами завтра. Завтра понедельник. У кого-то начинается рабочая неделя. Ну а у меня завтра выходной. Пока-пока до завтра.